Законник! Честь! Вовага! Иднись! Приближаются новогодние праздники и все хотят немножечко подзаработать, чтобы иметь возможность накрыть праздничный стол и подарить хорошие подарки своим близким. Полицейские у нас, соответственно, хотят сделать то же самое. Вот, например, старший инспектор одного из отделов Главного управления национальной полиции во Львовской области задержан при получении 3000 евро неправомерной выгоды. Ну, взятку получил. Что он сделал? Он, значит, предлагал гражданину содействовать в том, чтобы его не призвали. То есть, помочь ему сделать какие-то медицинские справки, чтобы его не взяли вооруженные силы Украины. Не призвали, да? Получил 3000 евро. Молодец! На Новый год хватит. Ну, хватило бы, да? Скажем так. Вот следующий у нас колядовщик или кто там, пассивальщик. Что там делается сначала? Следователь требовала взятку от предпринимателя. За это она обещала закрыть уголовное производство и вернуть транспортное средство предпринимателю. Задержана при получении 900 долларов США. Ну, в принципе, маловато. Вот этот предыдущий был покруче. Следующий заместитель начальника Морганецкого отделения полиции Никопольского отдела полиции Главного управления национальной полиции Украины в Днепропетровской области. Задержан, когда получал взятку в размере полторы тысячи долларов США. Что сделал этот замечательный правоохранитель? Он изъял молодой девушке, 22-летней. Ну, позорище. Ну, как вы разводите так людей? Изъял 22-летней девушке автомобиль, который она совсем недавно приобрела. Ну, видимо, видимо, опять, наверное, тема про евробляхи, да? Ну, я не знаю, тут не написано, но я так понимаю, что да. То есть забрал у нее евробляху и требовал от нее полторы тысячи долларов США. При этом, мало того, что требовал полторы тысячи долларов США, так он еще и угрожал ей. Если она не даст ему эти полторы тысячи долларов США, то он ее будет привлекать за продажу наркотических средств. Классическая тема у наших доблестных полицейских. Кому-то подкинуть наркоту и потом привлекать же по этой же наркоте. Молодец! Садись. Пятерочка. Надеюсь, лет тебе будет пятерочка в местах не столь отдаленных. ПОВАГА! Следователь Главного управления национальной полиции в Харьковской области задержан по подозрению в том, что он незаконно распространял информацию с ограниченным доступом. И за это получал денежку. То есть, материалы уголовных дел, которые являются тайной следствием, он продавал. И продавал, как вот пишут, возможно, даже не только в Украине, а еще и, возможно, в Российскую Федерацию. ПИДИСЬ! Вот такие вот замечательные у нас полицейские. Под Новый год, я смотрю, активизировались. Одни взятки, 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 взятки. Как говорится, ничего нового. Ты что, с ума сошел?